Всем привет! Меня зовут Светлана и я приветствую вас на своем канале. Итак, мои дорогие знаки Земли, Тельцы, Девы и Козероги, сегодня я сделаю для вас расклад гороскоп на март 2018 года. Итак, посмотрим. Это у нас первый дом, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Восьмой, девятый, десятый дом, и одиннадцатый, и двенадцатый. Положим, чтобы было красиво. И карта советчик у нас с вами. Карта ангела нам посоветует. Итак, смотрим. Открываем с вами первый дом. Первый дом это личность, характер, внешность. Ну что ж, мои дорогие знаки Земли. Смотрите, какая интересная у нас карта, выпадает на ваши личности, иллюзии, иллюзии. То есть в марте месяце вы захотите представить себя какой-то с другой стороны, не с той стороны, как вы есть на самом деле, а вы захотите, чтобы вас увидели совершенно в новом, в другом свете. То есть то, что вам абсолютно не свойственно. Вот эта первая карта говорит именно об этом. Обычно это личность, характер, внешность. И здесь вот видите, семерка кубков выпадает. Это иллюзии. То есть вы какие-то хотите создать вокруг себя иллюзии, какую-то загадочность возможно придать своей внешности, своим действиям, поступкам, характеру, который не характерен для восприятия вас как личности. Итак, давайте посмотрим далее. Второй дом – это деньги, имущество, таланты. Это деньги, которые конкретно лично ваши, ваши заработанные деньги. Ну вот смотрим, что тут получается у нас вестник мечей. Ну, скажем, не очень утешительная карта по поводу ваших конкретных финансов. Возможно, в этом месяце у вас с финансами будет складываться не все так удачно, как бы хотелось. Ну, посмотрим. Третий дом – это родственники ближайшие, братья-сестры, ближние путешествия. Ну, вот двойка Пентакли. Похоже, что у вас планируются какие-то путешествия, но недалекие. А именно, вот, может быть, какие-то пикники на природу, или, может быть, к родственникам, к друзьям поедете, опять-таки, родственники. Может быть, родственники в ваш дом будут приходить, или вы в гости к сестре приедете. Вот такая карта. Четвертый дом – это у нас дом семья, традиции семейные, мать. Ну, посмотрите, как раз карта, вот, легла именно семейная карта. У вас в доме полнейший порядок, мир, гармония, любовь абсолютная. С супругом или просто с любимым человеком, с мамой, с сестрами, с детками. В общем, эта карта просто семейная, и как раз легла в ваш четвертый дом. Это обозначает то, что в феврале, извиняюсь, в марте месяце вы будете себя чувствовать дома просто замечательно. Итак, смотрим, пятый дом – это у нас дом. Дети, развлечение, удовольствие, творчество, влюбленность – обозначает пятый дом. Ну, вот, смотрите, какая-то у нас не очень веселая карта выпала на пятый дом. Четверка мечей. Вы очень устали, наверное, в связи со всеми этими праздниками. Вы хотите отдых, а вам сейчас, честно говоря, не до развлечений, не до творчества, не до влюбленности. Вы просто устали, просто хотите тишину и покой. И предыдущая карта о том говорит, что вам дома прекрасные обстоятельства, прекрасное окружение. Поэтому, в общем-то, вы сильно больше не хотите напрягаться, а немножко полежать дома, поваляться на диванчике, посмотреть телевизор. Возможно, вот так вот в марте бы захотите. Следующий дом у нас, шестой дом. Шестой дом – это у нас работа, здоровье, наши животные. Ну, карта прекрасная. Со здоровьем у вас все замечательно. Это тельцы, козероги, девы. Замечательное у вас здоровье. Очень достаточное количество финансов. На работе вы зарабатываете. Все у вас в прекрасном состоянии. Девятка Пентакли. Какое-то завершение, возможно, проекта, какого-то дела. И вот по этой карте, где вы получите, скорее всего, прибыль от вашего дела, от вашей работы. Хотя ваши личные деньги здесь не видно, но по вот этой карте работа, что вы их заработали, не то, что вы получили, но заработали, и в ближайшее время они будут поступать к вам. Эта карта именно об этом и говорит. Седьмая карта – это наши партнеры. Партнеры, различный брак, создание семьи, договора. Смотрим, нам выпал всадник кубков. Ну, для молодых девушек, незамужних, это, естественно, прекрасный принц на белом коне, со своей любовью, со своим, в общем-то, вниманием к вам. Это, возможно, молодой юноша до 25 лет, светленький, водяной знак. Это скорпион, рыба или рак. Вот посмотрите, вокруг вашего отношения, в окружении, это человек очень с серьезными намерениями, потому что он выпадает в седьмом доме. Седьмой дом – это партнерские отношения, и для брака этот человек очень прекрасно подходит. Это очень порядочный и честный человек. Для людей семейных, с детками, возможно, это может обозначать вашего сына, родственника, племянника. Какие-то у вас с ним будут какие-то дела. Возможно, он у вас работает на фирме, или занимается какими-то вашими делами, или по доверенности решает ваши вопросы. Если вы занимаетесь действительно какими-то вопросами, или юридическими, или с недвижимостью, возможно, этот человек также посредник, риелтор, который вам помогает. Вот эта карта партнерских отношений. Далее открываем восьмую карту. Восьмая карта, восьмой дом. Это у нас с вами чужие деньги. Что значит чужие деньги? Это возможные кредиты или деньги мамы, папы, жены или мужа. Возможно, получение какого-то наследства. Ну и секс, опять-таки, этот дом обозначает. В данном раскладе дама кубков здесь у нас в восьмом доме легла. Это значит, финансы вы будете получать от какой-то женщины средних лет. Очень интересная дама. Это, опять-таки, тоже водяной знак. Скорпион, рыбы или же рак. Может быть, это ваша начальница. Может быть, это ваша супруга. Может быть, это ваша мама. Но вот именно от женщины вы будете получать какие-то, может, дивиденды. Или же что-то по наследству вам достанется. Или же просто она вас будет финансировать женщина-блондинка. Или светло-русые волосы. Итак, девятый дом. Девятый дом у нас это дальние путешествия. Занятие наукой. Смотрим, что у нас получается. Шестерочка. Шестой старший аркан. Это влюбленные. Но, опять-таки, вот это хорошая карта. У нас влюбленные. Вы стоите на каком-то жизненном пути. Вот вам нужно сделать какой-то выбор. Возможно, куда-то поехать. Может быть, вы собираетесь, вам предлагают или сюда поехать, или сюда. Вы решаете вопрос в марте месяце. Будете решать, куда вам хочется поехать. То есть, перспектива у вас поехать куда-то, отдохнуть в дальние страны, увидеть мир и все остальное. В общем-то, у вас будет такова возможность. Поэтому, вот карта сама себе говорит, что путешествия какие-то у вас в марте будут обязательно. И вы сами будете выбирать, куда и с кем вам поехать. А выбор, в общем-то, предстоит. Но выбор будет за вами, и вы его решите положительно. То есть, как бы вы не решили этот вопрос, он будет положительный. Итак, десятый дом. Это у нас карьера. Это у нас идет дом отца, судьба, профессиональная деятельность. Возможно, продвижение по службе, социальный, опять-таки, статус. Для женщины, может быть, меняться в лучшую, в худшую сторону. Но вот карта отшельник говорит о том, что в этом месяце карьерного роста ждать не приходится. Социальный статус, в общем-то, не будет меняться в такую повышающую сторону улучшения. А, возможно, даже какое-то вот будет или понижение по службе или по социальной сфере. Возможно, вы захотите с кем-то даже расстаться. Или, может быть, уйти с работы. Или поменять работу. Но вот в марте месяца у вас вот что-то, именно не то, что с работы, а с карьером. С карьерными, со своими делами. Возможно, вам надоела предыдущая работа, вы захотите в свободное плавание уйти. Или вот такие вопросы у вас будут решаться. Возможно, вас партнеры не устраивают, и вы решите расторгнуть с ними сделки и двигаться самостоятельно. Или, может быть, с новым коллективом. Десятый дом. Одиннадцатый дом. Это у нас друзья, коллеги, опять-таки, покровители наши. Выпадает фараон мечей. Говорится о том, что это очень серьезный мужчина. Возможно, в погонах это, может быть, или военный какой-то. Или же при должности. Может быть, работает в администрации человек. Взрослый человек достаточно. Мужчина воздушной стихии. Это весы, водолеи или близнецы. Вот. Это, опять-таки, еще раз повторюсь, это ваши друзья, коллеги, возможно. Какие-то покровители, скорее всего, будут в марте присутствовать в вашей жизни. Которые будут покровительствовать вам. Помогать, протягивать руку помощи. Вот, обратите на это внимание. И двенадцатый дом. Двенадцатый дом. Это дом-пристанище. Ну, как говорится, окончание, завершение чего-то. Вот интересная карта звезда. Это старший аркан у нас выпал. Получается, что у вас какие-то, вы скрываете какие-то перспективы на будущее. Вы пока никому ничего не говорите, но, возможно, у вас есть какой-то план на будущее, о котором вы пока что не хотите делиться ни с кем. Решайте самостоятельно свои вопросы, хотите дальше деятельность какую-то, или, может быть, это касательно мужчины вашего, или же женщины, или детей. Ну, карта секрет, карта секрет, карта тайны. Карта секрет, карта тайны, двенадцатый дом, и здесь звезда. Это значит, в перспективу вы что-то планируете, но эта карта тайная, вы пока что никому ничего не говорите. Ну, возможно, вы и правы, потому что, если вы хотите что-то сделать действительно, то лучше пока что никому ничего не говорить. Итак, карта совета от ангелов. Это вознаграждайте себя. Я вам сейчас зачитаю текст. В последнее время вы много жертвовали собой, поэтому сейчас настала пора получить вознаграждение за свои труды. Пожрите себя, так как вы того хотите. Вы отдаёте себя, поэтому должны что-то и получить. Такой баланс необходим, чтобы поддерживать хорошее настроение, высокий уровень энергии и мотивации. Вот опять-таки эта карта говорит о дальних путешествиях. Отдохните, вознаградите себя и поезжайте в отпуск. Отдохните, наслаждайтесь своим прекрасным самочувствием, прекрасной обстановкой, потому что вас ждут какие-то перемены, какие-то осмысления и выход на новый этап, на новый уровень. Я думаю, что вам понравился мой расклад. Оставайтесь со мной на канале, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. За личной информацией вы сможете обратиться ко мне лично по вайперу или ватсапу. Да, ещё что я не сказала, что этот расклад также подходит у кого асцендент в этих знаках, поэтому подключайтесь, смотрите. Люблю вас всех, обнимаю и желаю вам всего самого наилучшего в мире. С вами была Светлана. Пока-пока.